Уходящий год был особенным для всех нас. 2020. Мы запомним этот год на всю жизнь. Год новых вызовов и сложностей. Год, изменивший мир. Год, когда нужно было объединиться. Когда нужно было учиться новому, делиться знаниями и опытом. Закрыться, но оставаться открытыми. И у нас получилось. В это сложное время в медицинском кластере мы объединили тех, кто боролся с коронавирусной инфекцией по всему миру. Врачи из России, Израиля, Южной Кореи, Франции, США, Китая, Германии, Швеции собирались на площадке международного медицинского кластера, чтобы поделиться опытом, эффективными практиками и найти ответы на вызовы пандемии. Мы были рядом с теми, кто столкнулся с вирусом лицом к лицу. В инфекционной больнице Вороновская, которая принимала коронавирусных пациентов, был открыт выездной симуляционный центр кластера. Более 400 врачей и медсестер прошли обучение в безопасных условиях и затем оказывали медицинскую помощь пациентам. По всему миру страны применяли разные меры по борьбе с пандемией. Закрытие границ, социальная дистанция, локдаун. Все это давало свой эффект. Эксперты международного медицинского кластера регулярно анализировали ситуацию с распространением коронавируса в разных странах и эффективность карантинных мер. Клиника Хадаса, участник международного медицинского кластера, стала одной из первых проводить тестирование на антитела к коронавирусу для пациентов. Уникальный правовой статус клиники позволил применять зарубежные тест-системы без дополнительной регистрации в России. Более 15 тысяч пациентов прошли тестирование. Несмотря на пандемию, мы продолжали развиваться и делать все возможное, чтобы лучшие технологии зарубежной медицины стали доступными на территории России. Уже совсем скоро, в 2021 году, в кластере откроется вторая клиника. Терапевтический корпус под управлением израильской клиники Хадаса. В 2020 году мы принимали почетных гостей, которые посетили кластер, чтобы осмотреть ход строительства новой клиники. Все это у нас получилось благодаря поддержке многих экспертов из России и разных стран. Каждый внес свой вклад. Вместе мы прошли непростой путь 2020 года, и мы верим, что новый, 2021 год, будет годом хороших новостей, еще большей сплоченности и новых побед. А каким его видите вы? Дорогие коллеги, в клубе Сколково-Москва, мы получили очень тяжелый год с COVID-19. Я надеюсь, чтобы закончить both the year и both the pandemic. I'd like to wish you a new year full of other challenges and most promising one – a very good year. I'd like to wish you a new year full of good and happiness and success and a lot of health from here, the Wrochstein in Jerusalem. Дорогие друзья и COVID-19, с новым годом, с новыми тестами, с новыми достижениями. Желаю, чтобы вы нашли самые важные, самые нужные слова для того, чтобы поставить ваши риски. Желаю, чтобы вы нашли решение самых тяжелых задач. И, конечно, хочется пожелать нам всем, чтобы навсегда из нашего мессикона исчезли слова «коронавирус» и «лоундаун». И тогда мы вместе, шумно, весело, конструктивно сможем обсуждать наши интересные проекты в горячо любимом международном медицинском классном истории. С новым годом! Я могу себе позволить сказать, дорогие друзья, ребята, я очень рада, что я могу вас поздравить с наступающим Новым годом. Прошлый год был, так сказать, челленджинг. Я думаю, что он был для нас для всех очень интересен, потому что мы проверяли, кто мы, что мы, что мы способны сделать, как мы способны работать вместе, что нас объединяет. Потому что я думаю, что этот год показал, насколько много вещей, которые объединяют всех нас. Когда существует значительная проблема, которая угрожает здоровью и благополучию жизни, и самое страшное, что это жизни, то это, конечно, объединяет нас в тех. Я думаю, что этот год показал, что главное, что второстепенное. Действительно, что все, что мы делаем, направлено для того, чтобы сохранить людям здоровье, чтобы предотвратить какие-то последствия для их здоровья, чтобы обеспечить им нормальную, качественную, полноценную жизнь. И это то, что нам удалось сделать в этом году для многих из нас. К сожалению, конечно, у всех у нас были какие-то трагедии, какие-то потери. И это только нам еще раз усилило значение жизни и значение здоровья. Поэтому я очень рада, что этот год заканчивается. Я не думаю, что... Нельзя сказать, что год был плохой. Год был тяжелый. И год проверил всех нас на прочность и на то, что мы способны вместе делать. Поэтому давайте мы будем продолжать то, что мы начали. Давайте мы будем продолжать идти к той цели, которая для нас самая важная. Вы знаете, я все время говорю и своим студентам, и своим коллегам. Do your best and let it go. Мы должны делать, насколько возможно, то лучшее, что мы способны делать каждый на своем месте работы. И я очень надеюсь, что мы будем продолжать нашу совместную работу, нашу коллаборацию. Мы будем очень-очень рады это делать, потому что это взаимообогащающее. Я твердо верю, что коллаборация должна быть хороша для обоих сторон и для всех остальных. Поэтому давайте будем продолжать. Я надеюсь, что в следующем году откроется корпус, в котором мы уже сможем лечить пациентов, которые будут госпитализированы. Я очень надеюсь, что мы сможем принести новые технологии, новые знания, новые умения. И я очень надеюсь, что мы будем продолжать нашу дружбу и будем продолжать нашу работу. С Новым годом! Только здоровья! Потому что, знаете, есть такая еврейская молитва, она каждое утро начинается. Баруха Шем, анино Шем. Слава Богу, я дышу. Это действительно, слава Богу, это замечательно, что мы дышим, замечательно, что мы дружим, замечательно, что мы вместе работаем. С Новым годом! И всем-всем-всем только здоровья! Друзья, а сегодня я, наверное, могу вас так назвать, потому что нас вместе объединила одна территория. И эта территория называется Сколково. Вы знаете, примите и наши искренние поздравления с Новым годом, потому что в следующем году мы станем с вами единой командой, с которой создает будущее Москвы, страны, а может быть и мира в целом. Почему я в этом убежден? Потому что вы, как магнит, создали невероятное. Вы определили площадку опережающего развития, где есть все, где есть возможность применять новые технологии, привозить врачей и формировать научный потенциал, который и является основом будущего. Примите мои искренние поздравления с Новым годом и найдите тот тепло, уют, радость, который каждый из вас несет в сердце. Сохраните ее. И лучшее, что будет, это будет с вами в этот волшебный вечер. Счастья вам, тепла, радости и Божьей помощи. С Новым годом, друзья! Знаете, я вам должен сказать, что я всю свою жизнь боялся високосных годов. Хотя, в принципе, сам рожден в такой же год. И вот примерно, наверное, 12 месяцев назад я спросил у своего приятеля в Англии, есть ли такой же страх на Западе перед високосным годом. Он сказал, совершенно нет. Мне стало интересно, я стал читать про то, как называется по-английски високосный год. Так вот, високосный год по-английски называется leap year. Слово leap означает такой прыжок и прорыв вперед. Поэтому, если бы на это посмотреть не то, как мы в России обыкновенно здесь этого боимся, что случится что-то ужасное и просто невыносимое, а о том, что год может быть тяжелый, но прорывной. Я думаю, этот год как раз очень хорошо себя показал в таком виде. 2020, я думаю, не забудет никто. Тем не менее, прорывов оказалось тоже огромное количество. Ну, а на 2021 год я хотел бы пожелать всем нам и кластеру в первую очередь, чтобы таких проектов, как Кадаса, в кластере было много. Это кажется очень странным, потому что мы не хотели бы иметь конкурентов, но мы прям очень хотим, чтобы вот эта территория, кластер и все, что здесь, и все остальные участники создали настоящий медицинский город. Потому что нам одним тяжело, нам нужна ваша помощь. Дорогие друзья, я хочу подвести итог к ушедшему году и обратиться к вам с желаниями на следующем. Мы начали этот год с подписания соглашения о сотрудничестве в области развития Центра медицинской реабилитации на территории международных кластеров спорта. И очень быстро мы увидели, что год будет непростым. Мы столкнулись с неожиданными сложностями, к которым не всегда, и даже скажу больше, вообще не были готовы. Стали закрываться границей, надо было находить новые рамки работы. И мы сумели победить и сделать это, основываясь на наших качествах, доверии и пониманиях. Дальше, несмотря на заболевания, несмотря на то, что многие члены команды болели, чувствовали себя плохо, они выходили на работу и продолжали развивать и строить наш центр. И для этого потребовались качества как настойчивость, трудолюбие и самоотдача. Теперь, подходя к концу года, мы видим, что выстраиваются четко новые рамки работы, соглашения, взаимопонимания. И эти рамки нам предстоит построить и внедрить для реализации нашей стели, к которой мы совместно так стремимся. И я хотела бы пожелать нам вот тех качеств, которые помогут нам в этом году это реализовать. Это прежде всего дружба. Дружба и любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо вам, что вы с нами. С Новым Годом!